Добрый день, дорогие друзья, приветствую с Экономики Здравого Смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, и мы начинаем. Сегодня тема – социальные гарантии мирового уровня. Качанова, это глава одного из департаментов ЗАО «Семья» и Лукашенко, заявила сенсацию. Если бы это была правда, это была бы сенсация. В Беларуси социальные гарантии лучшие в мире. Все просто ахнули от наглости и такого уровня очковтирательства. Трудно было себе представить, что Качанова, как и другие пешки в этой системе вертикального управления тоталитарного, будут делать такие прогибоны. Что только социальная защита и почему она в Беларуси самая лучшая. Качанов говорит, что в Беларуси выплачивается вовремя пенсии, выплачивается вовремя заработные платы. У нас платятся пособия по детям, пособия другого рода. У нас много там десятки социальных льгот и все платится. У нас трамваи, троллейбус, общественный транспорт ездят, вовремя коммунальные услуги у нас тоже оказываются. И это, оказывается, есть лучшие в мире стандарты социальной защиты. Ну, конечно же, если сравнивать с варварскими временами какого-нибудь начала второго тысячелетия или первого тысячелетия, естественно, это беспрецедентный уровень благополучия. Но является ли это примером для подражания других стран, является ли это лучшими показателями в мире? На самом деле, если посмотреть, просто разобраться с цифрами, то что такое социальная защита, социальные гарантии для той или иной страны? Страна, в стране человек защищен социально, когда у него высокая заработная плата. Беларусь не имеет высокой заработной оплаты, поляков средняя заработная оплата минимальна, вернее, в 2025 году будет 1100 долларов, в Европейском союзе 3-3,5 тысячи долларов, в Беларуси 550-570, это если отнять налоги. И это тоже усредненно, если же взять медиану, она будет еще ниже. По производительности труда, по заработной оплате мы не видим наплыва иммигрантов трудовых, которые бы понимали, что в Беларуси можно прекрасно заработать. В то время как в Европейский союз толпы, просто миллионы людей стремятся, потому что они понимают, что там можно заработать, там социальные стандарты, благодаря высоким заработкам, достаточно высокие. Есть ли страны в Европейском союзе, которые бы не платили пенсию, которые бы вовремя не платили пенсию и не выполняли этот базовый стандарт? Нету таких. Почему же тогда Качанова, говоря про лучшую в мире социальную защиту, вспоминает это как чуть ли не основной параметр самой качественной системы социальной защиты, говоря о том, а вот если бы в Беларуси в 2020 году к власти пришли демократы и рыночники, сволочи, которые бы развалили страну, этого бы не было. Это очередная страшилка, очередная вопиющая ложь и чушь, фейк, который разгоняет Лукашенко и его пропагандисты, служители идеологии тоталитаризма и марксизма, считая, что если будет свобода в Беларуси, то тут вообще ни пенсии не будет, ни социальных пособий не будет, ничего не будет. Так если будет Беларусь членом Европейского Союза, конечно же там будет все, и пенсии, и заработная плата, и пособия отдельные будут, просто они будут таргетированы, они будут индивидуальными, они не будут размазаны тонким слоем по 120-150 социальных групп, только потому, чтобы ублажить еще отдельных выгодополучателей режима ЗАО «Семья» и «Лукашенко». Поэтому, друзья, ни по пенсиям, ни по заработной плате сказать, что Беларусь является социально ориентированным государством, тем более, что она имеет лучшую социальную защиту в мире, нельзя. А какие еще параметры? Может быть у нас доходы такие, что позволяют нашим пенсионерам и нашим многодетным семьям чувствовать себя прекрасно? Может быть у нас молодежь живет на стипендии, на пособия так, что они могут тебе позволить прекрасное обучение, покупать книги и путешествовать? Нет. Может быть молодые ученые? Нет. А кто ж тогда? Кому ж в этом системе социальной гарантии хорошо живется в Беларуси? Естественно, силовикам и тем людям, которые выполняют функцию шлагбаума, функцию фуражек, функцию дуболома, всех тех, кто затыкает рты и следит за выполнением приказов вышестоящего начальства. Ну это же не про социальную защиту, это про полицейское государство. У нас полицейских людей вообще в мундирах рекордное число на душу населения. И, наверное, от такой высококачественной системы социальной защиты Беларусь входит в топ-10 самых пьющих, самых курящих, самых разгульных стран мира, потому что и по разводам у нас тоже крайне неблагополучие. Неужели это от хорошей социальной защиты такой режим? Так что, друзья, когда вам будут сейчас вшивать на уши чушь про поводу того, что в Беларуси лучшая система социальной защиты в мире, понимайте, что Качанова, как и Головченко, как и другие чиновники системы Лукашенко, просто прогибаются перед своим шефом, очки втирают. Это не про факты, это просто про диалогию. Вот как сказали говорить, и говорите. Только вы, пожалуйста, не верьте в эту чушь, а снимайте эти макароны с ушей. Лучше всего не вешайте их себе на уши. Спасибо большое за ваше внимание на экономике здравого смысла. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь. Слава Украине. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!